Меня зовут Василий Шевченко, я acting coach. Кто-нибудь знает, кто такой acting coach? А кто не знает, кто такой acting coach? Прекрасно. Это такая молодая профессия для России, и приходится называть английские слова, потому что в России как-то не сформулировали точно название этой профессии. Я не знаю, честно говоря. Я помогаю актерам добиваться успеха. Я их развиваю в плане актерского мастерства и помогаю добиваться успеха в профессии. Сниматься в кино и играть в театре. У меня простая цель. И ребята, организаторы, Джастин и они, Джастин, пригласили меня, чтобы я условно... Вот этот блог, который мы посмотрели, он условно актерский блог. Чтобы как-то я провел и как-то дал обратную связь. И вообще назвали они практический мастер-класс. Актерский практический мастер-класс. Но вы сами понимаете, что у меня за 25 минут мы практического с вами здесь ничего не сделаем в плане упражнений. Но на самом деле я хотел бы провести какое-то одно упражнение. Если вы захотите принять участие, и здесь уже как-то на сцене проявить себя, я буду не против. Кто хочет попробовать? Отлично, супер. Кстати, это упражнение я делал вместе с Дарреном Ароновским. Здесь у меня дома на квартире на Киевской. Итак, чтобы это время прошло продуктивно, я хотел бы построить его таким образом, 25 минут, вопросы и ответы, наверное, да? Чтобы вы у меня что-то спросили. А есть здесь режиссеры, которые снимали эти фильмы? Супер, отлично. А актеры? Класс. На самом деле я был приятно удивлен. Я просмотрел все работы, которые прислали организаторы. Увидел массу знакомых. Приятно удивлен даже, что такие актеры участвовали в этих проектах. Без подготовки, без какого-то времени на подготовку. Это было очень круто. Когда есть такая возможность включиться и создать быструю историю. Режиссеры. Хорошо, вас как зовут? Владимир. Владимир, приятно познакомиться. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте. Как вы набирали актеров? Какие трудности у вас были в работе с ними? Ну, команду мы заранее, как бы, недели за две набрали команду. Уже знали, что сроки будут сжаты. Мы просто, как бы, так скажем, коллектив Анапского народного театра. Анапского народного театра? Да. Супер, это здорово. У нас есть небольшая база актеров. Как бы, этим мы пользуемся. А вы режиссер сам по профессии? Нет, нет. Я по профессии вообще никакого отношения к творчеству не имею. Это как бы... Это ваша первая работа? Не первая. Мы где-то года полтора, как снимаем короткометражки. Потому что это самая свежая работа. Ну, еще не показывает. Хорошо. В общем, вы взяли актеров и своего окружения в основном, ближайшего. Ну да, мы же, да, актеры и зрители. А в Анапе как кино идет? Как снимается? Ну, давайте честно. Как снимается? Да, короткометражки, полнометражные фильмы. Есть этот процесс? Как он вообще организуется у вас? Ну, вот наш коллектив сейчас стал, так смело скажу, а смеешь сказать, наш коллектив стал тянуть и как бы людей подвигать на то, чтобы снимать короткометражки. Когда мы начали снимать свои, еще, еще, когда видишь какие-то команды, которые тоже начали снимать. Здорово. Ну, один метр, понятно, что это Анапа. К нам приезжают время от времени с крупными проектами. Мы тоже туда по возможности залазим. Как актеры. Хорошо, это приятно. На самом деле, вот так какие-то коллективы появляются, и какая-то образуется коммуна, и начинается рост какой-то. Это круто. Вот, и я уверен, что благодаря ребятам, благодаря этому фестивалю, другие ребята подключатся, и это будет все развиваться. Очень здорово, когда все так легко и непринужденно раскрывается какая-то тема. Мне очень нравится. А есть ли какие-то вопросы ко мне по поводу коучинга актеров? Как это происходит? Что значит актеру добиться успеха в профессии? Ну, просто коротко расскажу. Громко, да? Моя задача найти актера, который, скажем, в профессии 7 лет и не снимается. И мне интересно, чтобы этот актер в кратчайшие сроки начал сниматься. Я учился в Чукинском театральном институте изначально как актер, потом изучал голливудские техники, все соединил, и соединил это с работой на камеру. Потому что зачастую театральные актеры, которые даже ведущие в своих дипломных спектаклях в институтах, потом как-то пропадают. Я обратил на это внимание, когда выпустил из института, куда же пропали все ребята. И оставил свою актерскую деятельность и начал заниматься только этим. И, как мне кажется, неплохие результаты. Я работаю в России и в Китае. И также мне попросили дать обратную связь по этим фильмам, по поводу актерской игры. Вам как актерская игра в целом всем? По-разному? Что-то смущало? Много? А были какие-то прям хорошие актерские работы для вас? Ну, на самом деле, я вот, честно говоря, хочу как-то уйти от каких-то оценок лично. Потому что я понимаю, что этот процесс был в кратчайшие сроки, без какой-либо подготовки. В основном искали актеров, которые в ближайшем окружении, скорее всего, были. Где-то на фейсбуке объявления дали, где-то еще дали. И кого смогли, нашли. И я думаю, здесь вот прям так оценивать актерскую игру, ну, довольно-таки было бы, кажется, неправильно. Но в целом меня очень порадовали некоторые работы. И это было неплохо, на мой взгляд. Женя. Вот Женю я знаю как актрису. Она участвовала в одной короткометражке. Как тебе процесс? Да, процесс съемок, подготовь. Как ты узнала об этом вообще? Многие актеры из нашего кино узнали о том, что они завтра будут сниматься, допустим, в 23 часа. Вот так. Да. Полночь? Все сказали? Класс. Обе две. Так замотивируем. Отлично. Вот. И, соответственно, мы собрались и в такие суперкратчайшие сроки сняли все. И в этот же день вы отправили уже, да? Смонтировали, отправили. Ну, все было настолько быстро. Да. У нас 10 часов было на создание этого фильма. Но я не знаю, единственное, сколько времени Вова писал. Мы позже узнали. Да, мы поздно узнали, да. Возможно, это было бы еще лучше. А вы на арктике, по-моему, да? Да. Локации знакомые какие-то. Хорошо, а как удалось насладиться вообще? Ну, мне лично понравилось. Во-первых, мы встретились с однокурсниками. Это было весело. Ну, сама по себе встреча. И мне было очень интересно. И, в принципе, в условиях таких сжатых сроков мне понравилась наша работа. Хорошо. Отлично. А кто еще из актеров есть? Расскажи про срок. Когда попало, я попал. Возьмите. Спасибо большое. Меня зовут Лиза. Я из Екатеринбурга вообще приехала. И мы вот вместе с Никитой. Он мне написал... За сколько часов написал ты мне? Скажи сейчас. Я уже, честно говоря, не помню. Сроки были сжатые. Было 8 актеров. Искали всех прям впритык перед съемками. А съемки в 7 утра, в воскресенье. Да. Мне написали за день до съемок. То есть, получается, за несколько часов. Я узнала где-то днем. А ночью мы уже снимали. Рано утром, вернее. Да. Я встала в 5 утра. Доехала. И прекрасно провела время. А ты профессиональная актриса? Да. В театре служили? Еще пока нет. Еще авгу. Теперь перебралась сюда в поисках. А, в Москву. Какие планы? Грандиозные. Шикарно. Вот такой настрой уже половина успеха. Отлично. Настраиваемся только на грандиозные планы. Да. Все статуэтки нас ждут. Так что вперед. Спасибо. Супер. Отлично. Ну, может, попробуем упражнение? Ну, он простой на самом деле. Так. Где? Сейчас. Я сейчас расскажу, а чего. Есть три похода. Поймать эту палку, да? Эту палку в руках держало уже тысяча актеров точно. И Даррен Ароновский лично ловил палку. Честно. Не скажу, какой результат. Пускай это останется. Дается три попытки. На самом деле, это упражнение, казалось бы, простое, но в нем заключается очень много различных смыслов. Во-первых, оно на концентрацию. Во-вторых, на волю, на намерение. Я уже сразу вижу по актеру, который подходит, поймает он палку или нет. Насколько он сконцентрировал, настолько он находится здесь сейчас. Давайте, кто первый? Вперед. Желание – это половина успеха. Хочешь, все-таки это актерский мастер-класс. Я хочу, чтобы каждый как-то поучаствовал и как-то продуктивно был. Смотри. Три попытки дается. Одна нога вперед немножко. И рука над палкой. И нужно поймать. Включаем, да? Сразу активизируемся, активность. Во Вселенной существует только палка и я. В галактике вообще больше ничего нет. Для актера это очень важно находиться здесь сейчас. В процессе. Всегда в процессе. Вы уже чувствуете, какой настроение? У нас тут полночек. Смотрите. Смотрите. Мои актерскими работают силуэт. Оно потом усложняется, руку потом нужно бежать за спину. Ну смотрите, это то же самое. Мы проецируем. Суприт сыр на протяжке, да? Это не палка, а ваша роль, например, да? Я роль могу поймать в последний момент. Я борюсь до конца. И сила анмерения это 50% успеха. Не останавливайся на попути, Лоева. Так, хорошо. Ну ты можешь мне потом позвонить. Приехал. В день дается просто три попытки. Я больше не могу поболить. Вот это настоящая интереса. Я плохие названия. Супер, я тебя поздравляю. Мы в Москве, я уверен, ждет очень хорошая помощь. Чипаппетка осталась у меня. Я уверен, что она уже справилась. Тимур, давай вперед. Тимур, давай. Это твоя роль. Она мне не нужна. Посмотрите, здесь начинаем, включаемся принципы, да? Кторый стекло, мы дышим постоянно, вдох, выдох. Дыхание у нас равномерное. Я всегда свободен, расслаблен. И я не вижу, да. Я тоже, что-то. Мы свободен, расслаблен, чтобы дышать. Спокойно, могу не смотреть. Могу, я не могу. Лучше смотреть. Концентрация. Так, чуть-чуть. Вот сейчас. Так, хорошо. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. На самом деле, было желание бороться. Это тоже хорошо. И выйти, это уже первый шаг. Рядом. Соня. Соня, вперед. Вы кто? Актриса. 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 Сделайте сразу. Ну что, еще один. Тебя как зовут? Борис. Ты сейчас делаешь. Тебя как? Борис. Да. Не сутись. Все просто. Приходишь, получается. Выгляда. Я работаю с актерами 24 часа в сутки, но это правда. Кто меня знает, вот актер из моей студии, он может подтвердить, что в 3 часа ночи пришла проба, приезжает, мы записываем, работаем, либо это селфтейп, отправляем кастинг-директорам. Кто, значит, такой селфтейп? Сама проба, да? Это когда актеру приходит заявка, он ее сам записывает и отправляет. Ну а для актеров это всегда такая морока, кто актер то знает, что там партнеры есть по сцене, тебе нужно в камеру поставить, текст кто-то должен подкидывать, как правило, это родственники подкидывают, это всегда как-то получается не очень хорошо, это часть моей профессии. Актеру приходит заявка, мы записываем и отправляем. По моей практике процентов 70 утверждения, когда работают со мной, либо когда сами записывают. это важно для актера. Актер не может иногда дать себе какую-то объективную оценку по роли, либо как он себя видит. Также я готовлю актеров к ролям, когда уже они получают роли. Мы готовим, делаем роль более выразительной, убедительной, на съемочной площадке присутствую. Вот ребят, которые организовывают это мероприятие, я в том году работал с ними на проекте как коуч. Они снимали полнометражный фильм и главные роли играли три непрофессиональных актера. И за месяц мне нужно было подготовить их к тому, чтобы они сыграли в кино. Это исследователи на биологической станции, они живут в Карелии, на Белом море. Мне нужно было поехать туда, провести там тренинг, потом приехать здесь тренинг провести. И съемки, половина съемки происходили там, на биологической станции в Карелии, и половина съемок была здесь, в Москве. И на съемочной площадке всегда присутствовал. Конфликты? Ну смотрите, тут все индивидуально, тут от людей зависит, бывают разные люди. Если вы почитаете мастер-классы больших режиссеров, все с актерами работают по-разному. Кто-то абстрагируется от них, кто-то включается, репетирует. Но это все индивидуально. В моем случае, я про себя говорю, я всегда как-то нахожу общий язык, мы наводим коммуникацию. Но здесь вопрос доверия. Доверие. У режиссера много задач. В наше время быстрого кинопроизводства нет такого... Почему? А советские фильмы были такие классные. Почему? Потому что они репетировали по полгода. Потому что... Потому что... Потому что... И сколько длились съемки? По полгода. Съемки длились полгода репетиций. И были фотопробы сначала. Да? Потом само... Совсем другой процесс был. Вся индустрия советского кино работала на эти фильмы. А сейчас, как правило, продюсеры наедине находятся с бюджетом. Режиссеры наедине с самим собой находятся сейчас. Тем более в сериале это вообще люди, которые зависимы и исполнители в основном. Да. И здесь вопрос индивидуальный. У нас пока профессия-то новая. В Америке это принятая практика. Где коучи присутствуют у больших звезд даже на площадках. И за ними стоит право. Были такие случаи, когда режиссер ставит задачу актеру. Актер не понимает. И коуч может позвонить продюсеру и сказать, что ваш режиссер неправильно ставит задачу моему актеру через продюсер. Мы приходим на самом деле, кажется, но многие режиссеры уже здесь. Меня зовут в Китае в основном, да, работать в плане коучинга на площадке. Но здесь мы приходим потихоньку к этому. Потому что реально у режиссера нет времени работать с актером. Сцены разводить. Ты сначала узнаешь у режиссера задачи, отношения с героями. И потом ты эту работу проделаешь до него. Дальше на площадке он может подкредитировать что-то, но уже актеры готовы. Они выходят подготовлены к сцене, к своей игре. Но я считаю это правильно. Не знаю. По мне тогда, даже если сравнить с большим теннисом. Смотрели большой теннис? Знаете, да? У всех теннисистов есть свои коучи. И они присутствуют на площадке в какие-то критические моменты. Они берут паузу и подходят коучу и начинают советоваться. Но это нормально и в спорте, и в кино. Я сначала думал, неужели у нас этого не было никогда? А когда начинаешь этим заниматься, понимаешь, что это было. Например, если взять, мы скажем, Иннокентина Споктуновского. У него был свой коуч, который готовил ко всем ролям практически. Знаете, как ее звали? Нет, ее звали Роза Сирота. Это большой педагог. Она работала в БДД. В БДД. И была коучем у Иннокентина Споктуновского. Если почитаете, везде про это пишут. И он сам это отмечал. И вот эта самая его известная роль, князя Мышкина, она полностью подготовила ему эту роль. Так что, мне кажется, это перспективно, интересно. И когда режиссер доверяет полностью эту работу кому-то другому и уже не думает ни о чем. И на проекте, в принципе, я всегда присутствовал. За мной было какое-то решение крупного плана. Если актеры, я говорю, что здесь можно сделать получше. Здесь повыразительнее. Такая ситуация была. Я всегда присутствовал на площадке и отошел на какое-то время. И смотрю, как происходит какая-то конфликтная ситуация. У режиссера, оператора, актера. Делают уже пятый дубль и не идет сцена. Крупного плана. Я подхожу и просто смотрю, что выбран не так ракурс. Повернули камеру, немножко ракурс другой сделали. И сцену сыграли. Эти моменты, ну, как бы очень важны. Потому что далеко не все операторы или режиссеры знают ракурсную работу актера. Если вы немножко измените ракурс, уже совершенно другая трансляция будет в камеру. В Америке этому всему учат, обучают. И в киношколах там про театр практически ничего не говорят. Про кино. Киношкола. Мы говорим про кино, сценарии. Мы работаем на драматургии. Но, как правило, это кино. И у нас, я сам в Щуке учился. И потом долго страдал после Щуки, когда пытался в индустрии как-то себя реализовать. И в конечном итоге, когда ты узнаешь, что это два вида искусства, разных причем, с разными задачами, с разными инструментами. Да. Но я работаю со всеми актерами из всех школ. И, как правило, у всех одни и те же проблемы, которые просто решаешь в тренинге, и актер начинает сниматься. Особенно важен момент проб, когда актер приходит, даже самый талантливый, момент волнения, момент неуверенности. И весь его талант просто уходит куда-то на второй план. И даже большой продюсер, режиссер, не увидит этого, если актер просто зажат, нервничает и не смотрит в камеру, а играет сам собой еще в театральном манере. И это все проходит мимо. И проходят годы, 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 пока как-то не случается какой-то момент, может случайно где-то проявить себя и опять идет. Но эти годы можно просто сократить и начать работать. Есть какие-то вопросы еще? Да. Может быть, вы посоветуете, допустим, когда заходишь на пробы, на кастинг, первое впечатление, как его улучшить или как правильно зайти на кастинг? Смотрите, это тоже довольно-таки такая большая работа. Сейчас вот говорят, как работать мне актеру с режиссером. Во-первых, вопрос, кто режиссер? Кто вы актер как человек? Но момент проб очень важен. И важно зайти уже героем. Героем того, которого они хотят увидеть. Как правило, актеры начинают заходить в одной манере, потом начинают играть уже в другой. И как бы в кино мы все равно больше играем самих себя. В театре мы можем 2 или 3 месяца работать над образом, над характером. У нас тут реквизит, у нас расставили свет, и мы уже играем какие-то образы. А в кино все-таки мы играем самих себя, но к пробам тоже нужно готовиться. Одеться соответственным образом, как герой в фильме уже. Вести себя как герой. И эта картинка полностью складывается. Иначе, вы знаете, по психологии, первое впечатление проявляется в течение первых 7 секунд. И каким вас увидят, у них это впечатление складывается. А потом уже начинается игра. Это опять же моя статистика. Большой опыт работы с актерами. Мы готовимся к пробам полноценно так же, как к ролям. Биографию героя прописываем. Потому что зачастую актерам присылают сцену, и нет биографии героев. Нет синопсиса, нет других серий. И мы все равно прописываем биографию, которая у нас существует. И это дает силу тебе, как актерам. Какие-то берега, где ты можешь спокойно себя чувствовать. Сила появляется, вектор у героя появляется. Визуально ты выглядишь, как герой. И эта картинка вся складывается у продюсера, у режиссера. Потому что, поймите, говорят, почему снимают одних и тех же. У режиссеров, у продюсеров особенно риски большие. Они рискуют деньгами. И взять неизвестного актера, который еще себя как-то неуверенно проявил на пробе. Это риск. И поэтому снимается Петров. Но он хороший актер. Хороший актер. И можно об этом спорить, можно не спорить. Но мало актеров, которые на пробе могут проявить себя так же. У него просто уже большой опыт, его просто все знают. И это все в совокупности складывается в результат. Так, меня уже просят. Ну что, друзья, я вам желаю успеха. Надеюсь, я что-то успел сказать. Развитие актера – это целый большой пласт, большая тема. Это не один день, это годы. Я работаю в основном по методу Листрасберга в моей основе. Слышали про Листрасберга кто-нибудь? Кто слышал? А кто нет? Хорошо. Листрасберг – это был учитель Альпачина Денира Дастина Хоффмана. У него своя методика. И там целый пласт работы на самом деле. Поизучайте эту тему. Ну, может быть, как-то, если пересечетесь там где-то со мной, когда-то, мы это все обсудим. Все. Всем счастливо, удачи. Пока. Всем большое спасибо. У нас сейчас будет 15-минутный перерыв перед тем, как мы перейдем ко второму сеансу. Я прошу вас пройти на веранду. Там у нас есть бар, на котором вы можете заказать вино, коктейли, воду и так далее. На этом баре горячие напитки и еда. И также у нас есть кальяны, которые вы тоже можете покурить на веранде. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ